Всем привет! С вами Гоша Грибс и проект Первая Варка. Сегодня мне поручено познакомить вас с новым напитком, который приготовила наша домашняя пивоварня. Это бледный эль, снова бледный эль, сваренный на этот раз в стиле APA, американский бледный эль. Что могу вам рассказать о нем? За эту варку я абсолютно спокоен, потому что все, что мы планировали, все получилось. Теперь, думаю, с этого момента вот такой вот значок будет украшать все наши бутылки. Возможно, когда-то он появится на пробках. Но пока вот таким вот образом на этикетах будет значок нашей пивоварни BRBrew. Друзья, у нас полетела техника, и поэтому часть ролика приходится записывать вот в таком режиме. Поэтому буду короток. Мне уже удалось попробовать верь, которую мы сварили. Он достаточно удачно вышел. Минусом было то, что после вскрытия бутылки активно поперла пена. Она поперла из стакана и из бутылки. Я не знаю, видно это или нет. Она продолжает формироваться до сих пор. Там поднимаются мелкие пузырики, которые ложатся ровным слоем. Мне это очень нравится. А также запах, как я говорил, очень приятный. Я, честно говоря, не знаю, пахнет вот каким-то одним. Я бы не сказал, что мы трехмель использовали для охмеления, но активно выделяется один, сложно сказать, какой смеси запахов нет. По вкусу, вкус удачный. Очень похож на все прочие, по которым я пробовал до этого. Что еще могу сказать? Напиток получился не сильно горьким, что обрадует наших друзей, которые давно просили, ребят, давайте варить только что не так горько, как до этого. Горечь присутствует только в послевкусии. На данный момент я его вообще не ощущаю после нескольких глотков. Очень приятный аромат. Но я думаю, что те, кто попробует, тем, кому доведется попробовать, они оценят и расскажут нам поподробнее, что и как не так с этим пивом. Или наоборот, чем оно им запомнилось и почему оно хорошее. На самом деле пиво довольно годное. Пиво довольно годное, я сказал. Поняли меня? А это был Гоша Грибс, проект Первая Варка. Пейте вкусно и в меру. Пока.